Факультет ненужных вещей Научные беседы, книги и открытия Владиславом Житиневым Добрый день Здравствуйте Давайте я представлю сразу Владислава Сергеевича Житинева Доцента кафедры археологии Исторического факультета Московского государственного университета Имени Ломоносова Да, и Владислав не просто археолог Он копает палеолит То есть древний каменный век Когда люди жили и были В общем, по большому счету Совсем не похожими на нас сегодняшних Что теперь становится все более понятно И вот условно мы назвали нашу беседу Культ медведя в палеолите Но я думаю, что мы будем говорить шире Для начала давайте просветим наших слушателей На тему, что такое палеолит И когда это было И где находятся те редкие находки Которые археологи имеют счастье изучать Спасибо Палеолит действительно древний каменный век И это древнейшая эпоха в истории человечества Она самая длительная эпоха в истории человечества И начинается примерно около трех миллионов лет назад Когда мы говорим о палеолите Все даты мы говорим около примерно Потому что естественно научные методы Которые используются для нашего понимания возраста Абсолютного возраста Они нам дают достаточно приблизительную дату Достаточно приблизительную цифру То, о чем мы сегодня За три миллиона лет назад или два миллиона лет назад Или два миллиона лет назад Ну, есть разница, конечно Конечно А когда 10, 20 или даже 100 тысяч лет для времени Скажем, появления человека Когда мы говорим о появлении человека Как биологического рода Мы говорим около трех миллионов лет назад А чуть позже, когда мы переходим уже к более понятным нам И близким нам вещам Мы уже такие большие допуски не делаем Но все равно 2-3 тысячи лет Эти допуски, которые мы в голове всегда держим А вот вы сами раскапываете какие памятники Какого времени И как Все-таки давайте попробуем Представить себе Как выглядел человек того времени И что у него было из снаряжения вообще И окружающий его мир Была собака уже приручена Или нет И так далее Здесь экспедиция, которую я руковожу Южноуральская археологическая экспедиция МГУ Работает на территории Южного Урала В Челябинской области Башкирии И мы занимаемся исследованиями верхнего палеолита Это эпоха, которая датируется от 40 тысяч лет назад До 10-го тысячелетия до нашей эры И это ледниковая эпоха Которую мы все, по крайней мере, со школьного времени Знаем или помним Или хоть как-то себе хотя бы представляем название Это когда мамонтов ели Когда мамонтов ели Вот именно Да, вот это важно И носорогов И здесь человек выглядел совсем не так, как мы Мы должны это понимать То есть на сегодняшний день Наше представление о человечестве Если посмотреть совсем широко Ограничивается основными расами Европеоидами, монголоидами, негроидами и австралоидами А вот в эпоху верхнего палеолита Современных рас в нашем понимании В том виде, в котором мы сегодня Можем представители разных рас увидеть Их не было Черты, говорят Были черты, да То есть это был такой микс И поэтому, если бы мы увидели Если мы увидим человека Верхнепалеолитического времени Мы можем увидеть Реконструкцию его И реконструкцию, и тем более вживую Да, мы увидим, что он совершенно не похож То есть мы узнаем черты разных рас Эти черты нам что-то напоминают Но в целом облик будет Совершенно не такой, как мы можем увидеть сегодня А как так получилось? Это просто первая волна, которая была И так вот мешалась А потом уже зародились, что называется, расы А потом уже начали складываться А эти люди не дали какого-то такого Серьезного продолжения Нет, они как раз дали Они как раз успели дать И именно на основе вот этих вот Верхнепалеолитических людей И стали складываться около В районе девятого Как минимум Девятого тысячелетия до нашей эры Уже террасы, которые мы сегодня себе представляем Это прямой переход А смотрите, вот вы сказали, что вы работаете Там на Южном Урале, в Челябинск Можно ли говорить, что те находки, которые вы находите И те находки, которые находили там в Европе, например Или в Африке Или в Африке Это про, ну как бы, про одного человека Да Да? Да В широком понимании Корреспондируется все очень Да То есть, допустим, в десятом тысячелетии до нашей эры На всей территории Земли Там, где обитал человек Он был более-менее не одинаков, да? В десятом тысячелетии, я думаю, что уже начинали Проявляться различия И это вопрос, который сложный Дело в том, что именно вот от этого периода У нас достаточно немного Костных останков людей Поэтому делать какие-то широкие выводы На сегодняшний день рано То есть, есть только орудия, да? В основном орудия И у нас плохо с рядом регионов Где кости и людей, и животных То есть, органика Очень плохо сохраняется А у вас сохраняется органика? У нас сохраняется органика Вот хорошо, у вас сохраняется органика Это большой подарок, да? Но представляете ли вы себе Вот у вас, скажем, есть там пещера В которой вы копаете, да? Сколько пещер рядом заселено? Где слово рядом? Какое вообще население в это время Хотя бы, ну, на тысячу километров? Сложнейший вопрос Потому что вы знаете, как найти Вы облаживаете пещеру за пещерой И в конце, в результате удачи Вы нашли, там, скажем, кусочек Обработанного кремния И вы понимаете, ага, здесь имеет смысл копать И попадаете на стоянку Или вы находите, как в каповой пещере Изображение Вы работаете там И мы об этом поговорим Или существует какая-то писаница Которая очень древняя И вы понимаете, что это может быть То есть, есть находки Которые притягивают внимание специалистов Вы знаете, что вот здесь могут жить люди А вот откуда они пришли Сколько их было в округе? Это одна из... Вы имеете представление Или это только фантазия? Сейчас Это одна из самых главных загадок Верхнего Палеолита Или вообще Палеолита Южного Урала И вообще Урала всего Дело в том, что мы действительно знаем Пещеры с настенными изображениями По богатству изобразительного ансамбля По стилю Они стоят на одном уровне С тем, что мы видим во Франции, в Испании То есть, во франко-кантабрийской зоне развития Культуры Верхнего Ля Фераси Ля Фераси чуть пораньше Но и Ля Фераси тоже там есть изображение Проблема в другом И мы действительно в пещерах Все совершенно верно Вы говорите Мы ходим Мы проводим разведки Мы исследуем пещеры И видим, что в 99% пещер Есть следы кратковременного поселения То есть, люди зашли на какое-то очень небольшое время Погрелись и ушли Погрелись, что-то поделали Немного и ушли А памятников открытого Типа стоянок долговременных Хоть каких-то практически нету То есть, они кочевали Так они, наверное, кочевали? Конечно, кочевали Но мы видим на русской равнине Мы видим в Западной Сибири Мы видим на всем протяжении Евразии Что есть кратковременные стоянки Есть долговременные базовые лагеря Костенки там, да? Костенки, Авдеева, Гагарина А здесь, на огромной территории всего Поволжья и Урала У нас практически нету стоянок Так ведь очень разная география В Костенках нет гор И нет гротов, где можно согреться Значит, приходится строить жилища Из костей или как-то еще И, по всей видимости, удобно находиться на этом месте Если оно кормит А здесь, наверное, и кормяшка другая И условия другие Это вот охотники, которые бегают за тем, что съесть можно Судя по тем стоянкам, очень редким, которые мы знаем Образ жизни был такой же, как и на русской равнине Да? Да То есть вот здесь мы не знаем, где искать Мы не там ищем Вот как можно сказать Причем наши предшественники, которые работали в конце 30-х годов Тот же Бибиков Он, в конце концов, уехал с Урала работать в Крым, на Кавказ Потому что здесь все настолько отличается И пещеры по своему наполнению культурного слоя настолько отличаются Что это была загадка Загадка не решения Она не решена, по большому счету, до сих пор При этом мы видим, что культурные навыки людей, которые жили на территории Урала И, в частности, на территории Южного Урала Они были аналогичны тем культурным навыкам Тому культурному уровню, который встречается на русской равнине и в Западной Сибири То есть они, по большому счету, не отличаются То есть вы предполагаете, что люди жили примерно одинаково Но вы пока на этой территории не можете напасть на след вот этого постоянного поселения? Нам нужно хотя бы несколько открытых стоянок, чтобы мы поняли, на каком уровне находятся Принципы размещения на сегодняшний день А что касается, откуда люди пришли Сложнейший вопрос на сегодняшний день На уровне тех материалов, которые мы видим Картина следующая В первую половину верхнего полиолита То есть это где-то от 40 до 20 тысяч Может быть там до 25 Движение шло, основное движение С территории Европы На территорию Урала И дальше за Урал Далеко как Да, 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 да И причем, скажем, люди, которые Но мы не забудем, что это тысячи лет происходило Да, это происходит Там время было другое Не в отпуск Это и не в отпуск, и не за одно поколение И даже не за два поколения И, скорее всего, именно из-за вот этой волны И на Урале появились и пещеры с настенной живописью Которые аналогичны тем, что мы видим во Франции и в Испании А вот после максимума оледенения Которые приходятся на время 21, 18 тысяч, 19 тысяч, вот так примерно Пошел совершенно другой Другой направление Со стороны Сибири в сторону Восточной Европы И здесь мы не можем не вспомнить совершенно уникальные случаи Со стоянкой Мальтой Ее в 20-е годы исследовал такой знаменитый отечественный ученый Михаил Михайлович Герасимов, это у которого книга, да, и методика восстановления лица по черепу И на вот этой стоянке, она находится около Байкала То есть достаточно далеко от Восточной Европы Там были найдены статуэтки Там каменный инвентарь, костяной инвентарь Очень похожие на то, что было в Европе в это же время 22-24 тысячи лет назад И был достаточно длительный спор Он в какой-то момент практически утих Это кто-то пришел из Европы? Это европейское влияние? Или это местное... Просто параллельное развитие Параллельное развитие И поскольку новых никаких данных не было Таких, которые могли бы склонить чашу весов В той же росту Да, то дискуссия постепенно заглохла И тут нам на помощь пришла палеогенетика Наши коллеги из Дании вместе с нашими коллегами Смогли привести палеогенетический анализ ребенка Там оказалось два ребенка в погребении на Мальте И выяснилась поразительная вещь Что скорее всего, да, это предварительные данные Конечно, но очень похоже, по крайней мере По палеогенетическим данным Что население, которое оставило эту мальтинскую культуру Пришло или было связано с населением Восточной Европы И именно поэтому, с моей точки зрения, скажем так Там есть и палеолитические Венеры Фигурки женщины вырезанные из бивня И вообще все очень похоже Но самое удивительное во всей этой истории Что потомки этого населения Не остались в Забайкале Они не остались в Сибири Они ушли обратно в Европу И успели свои гены оставить в Европе То есть это было огромное путешествие Конечно, очень длительное Длиной в тысячи лет Длиной в тысячи лет Но и длиной в семь тысяч километров в одну сторону И вот этот вот факт То, что люди могли ходить Мы сейчас все больше и больше Вот недавно вышла замечательная статья наших коллег По палеогенетическому изучению Сунгирского погребения Мы видим на основе и археологических данных Естественно, научных К которым принадлежит палеогенетика Что люди в эпоху палеолита Могли совершать длительные переходы Переходы, сохраняя традицию Сохраняя традицию Именно на том материальном уровне Традицию чего? Жизни Жизни понятно Сохраняя не только изобразительную традицию Но и поведенческие аспекты Организациям Как быта, так и тех вещей Которые связаны с духовными практиками А вот здесь у тебя, простите Я вернусь к тому вопросу С которого Петр начал Там вот собака была А тут возникает вопрос И раз такие длительные переходы Были ли, ну, не знаю Лошадь или там волк Было ли колесо? Это важно Потому что такие переходы С сохранением как раз традиции Значит, они что? Они тащили на себе Тащили на себе Мы знаем точно Что, конечно, колеса не было Никаких одомашненных Крупных тягловых животных не было С одомашнением собаки Собака была Наши коллеги и палеогенетики И зоологи И палеозоологи спорят Есть несколько точек зрения Но точно мы можем сказать В верхнем палеолите Вот про то время, которое мы говорим Собака, безусловно Жила с человеком Жила с человеком Являлась ли она тягловым животным? Это очень сложный вопрос Я пока таких результатов не видел Но мы видим на некоторых скелетах Это достижения наших отечественных антропологов В частности, из Музея-Института антропологии Московского университета Следы переноски тяжестей на голове Мы знаем, что если человек что-то часто делает У людей? У людей И причем и у детей тоже Нет, одно дело Когда мы это абстрактно понимаем И думаем Это было бы логично Если бы они это делали так Это некие наши размышления Не подтвержденные фактами Поэтому Нас всегда могут обвинить В фальсификации и вымысле Да А здесь, когда мы видим эти следы Вот это очень важно Мы говорим Да, значит По крайней мере Подростки А это обнаружено на подростке На шейных позвонках Подростка из Сунгиря Подростки носили А старшие члены племени По всей видимости Тащили за собой волоком И вот эта статья Недавняя про Сунгири Она, конечно, еще важна тем Мы очень долгое время Не могли ответить на вопрос Мы как археологи Сколько человек составляло Общину В большом понимании племя Понятно, что оно когда-то собиралось Когда-то распадалось на более мелкие Но вот сколько было Вот эта вот однородственная Группа людей В широком плане группа И достаточно давно Стало понятно По крайней мере В конце 80-х точно Что на уровне Археологического материала Даже на уровне Очень хорошо раскопанных Памятников Мы ответить не о длительности Проживания Не о количестве людей Не можем Это только наши догадки И благодаря, опять же Новым полигенетическим данным На сегодняшний день Мы, опираясь только на них Можем сказать, что С точки зрения палеогенетиков Большая вот эта социальная группа Составляла 200-250 человек Это большая деревня Нет, это не большая деревня Это именно группа Вот дальше начинается Самое интересное Они не жили 200-250 человек вместе Не прокормиться, да? Не прокормиться Они Они собирались на какие-то Они собирались на праздники Конечно И именно с этим связан Феномен пещеры С настенной живописи А вот это Социальное родство И культурное родство Оно было еще Почему? Очень важно Мы, опять же По верхнепалеолитическим людям И по Сунгирю Где все похоронены Вместе И являются Относительными родственниками Друг другу Видим, что У хомо сапиенсов Не было близко Родственных браков Вот когда мы говорим Про неандертальцев Мы понимаем Что Конечно Никакой не было конкуренции Вот все эти старые представления Там 19 века О том, как кроманьонец Дубиной Расчищает себе Пространство Жизненное И дорогу в будущее Это, конечно Очень устаревшие понятия Неандертальцев Было и так Немного Они жили Достаточно Замкнутыми Группами И, видимо Близкородственное Скрещивание Внутри этих групп Являлось Одной из тех причин Не было, конечно Одной причины Но одной из тех причин Почему они вымерли Но, опять же Это те данные Которые у нас есть На сегодняшний день Мы думали Что Еще относительно недавно Думали Что действительно Близкородственное Скрещение Было характерно Для всех групп Неандертальцев Однако Появляются все новые И новые публикации Результатов Анализов Разных образцов И на некоторых Образцах мы видим Что не у всех групп Мы видим То есть уже Появляется понимание Что кровь мешать Близкую нельзя Вот здесь На этот вопрос Мы, конечно Не можем ответить Это понимание Или случайное Стечение обстоятельств Опять же Это уже переход К интерпретациям Которые вот На нашем уровне Мы стараемся Не делать Если вы сказали Про хомо сапиенс Что не было Близкородственных связей Значит Наверное возникает Первая мысль Что был регулятор Был регулятор Социальный регулятор И мы примерно Нам сейчас кажется Понимаем Когда он появляется Дело в том Что на сегодняшний день Мы понимаем Что хомо сапиенс Как вид Появляется 200-300 тысяч Лет назад И пока вот Не очень понимаем Скорее 200 Или ближе К 300 Но самое главное Что мы видим Что до определенного момента Человек современного вида По своей материальной культуре И скорее всего Социальной организации Ничем не отличается От других видов людей Рядом с которыми он живет А около Чуть позже Чем 100 тысяч лет назад Или вероятно 100 тысяч лет назад Происходит нечто В жизни нашего вида Очень неприятное Происходит некая Локальная для нашего вида Катастрофа Происходит огромная беда Наш вид резко сокращается Причем сокращается Это называется Бутылочное горлышко В биологии Когда наш вид Находится на грани исчезновения И выходя из этого Бутылочного горлышка Мы видим резкую смену культуры То что называется Началом верхней палеолитической революции На революции В плане Именно социального поведения Техники Техники Технологии И так далее И мы видим Что по всей видимости Наш вид смог выбраться Или представители Наши виды Наши далекие предки Мы все Это далекие предки Всех землян Которые сейчас существуют Понятно Они меняют социальную структуру общества И это видно хорошо По украшению А меняют на какую? Вот на Именно на Некую На структурированность Скорее всего Появление старейшин Каких-то Или там Вождей Управляющих Сложно сказать Мы видим Что например Украшение Как признак Невербального языка И признак По которому Люди даже Не знающие Друг другу Могут определить Кто ты есть И из какого ты рода Что у твоего рода было С охотой Что у тебя сейчас с охотой Какого ты Полувзрастного статуса Что у тебя с брачным статусом И так далее То есть вот это все Появляются Первые признаки Вот этих украшений И искусство И тут появляется искусство Да И тут появляется И искусство как религия Нет Или просто как искусство Вот Потому что Есть такие Как бы Воззрения И понятия Связанные конечно С этнографией Потому что С чем еще сравнивать С этого начинала наука Но сегодня Она кажется Пришла совсем другому Потому что Этнографы Изучают Сегодняшнюю жизнь Ну Сто лет назад Ну Двести лет назад Но не больше А люди Которые жили Двести лет назад Двести тысяч лет назад Это вообще Небо и земля Поэтому Такие переносы Наверное Делать очень Неполезно И поэтому Я задаю вопрос Вот у нас Была один раз Беседа с таким Петром Куценковым Искусствоведом И специалистом Полиэлитическому искусству Который Как раз говорил Что вот до Полиэлитической революции Вот все эти Штрихи Что-то похожее На женский половой орган Треугольнички Или на мужской Половой орган Палочки Чиры такие Да Бесконечные Много-много-много Вот стоял и чиркал Причем Похожа одна рука Да Даже рисунки Животных Поражающих Нас Своей Ну Умелостью Мы можем нафантазировать И говорить Изящество линий Точно подмеченное Движение Там и прочее Прочее Но Если мы обратим внимание На наших детей Скажем От двух до пяти Они отлично рисуют Они очень хорошо Передают движение Они очень Ну не все Но очень многие Потом это теряется И Я так понимаю Что когда вылезли Из этого горлышка О котором вы говорили Возникает что-то Совсем другое Или я не прав Вы абсолютно правы Когда говорите о том Что нам сравнивать Достаточно сложно И Многие интерпретации Они конечно поражают Вульгарность Вульгарность Я тоже хотел Но я приведу пример Например Когда говорят Про то же Палеолитическое искусство Очень часто Мы можем прочитать И даже сейчас О том что Это признаки Тотемизма Да Что такое тотемизм Здесь Самая Замечательная Примия Да То есть Нам кто-то Об этом должен Сказать Передать Изустную традицию Либо Мы должны об этом Прочитать В письменной традиции Понимаешь Что с верхнего Палеолита Ничего не осталось И когда говорится Тотемизм Самым Замечательным Примером Того Отношения Которые Единственное Которое мы можем Сказать Это тотемизм Или нет Пускай даже В ульгар История История На чем Мило Говорит А вы Он Рубаху Показал Татуировку Рыбы Сказал Я От рыбы Там была Почти Аналогичная Ситуация Ну потому что Просто люди Из одних Традиционных Культур были И выйдя Покурить Уже Наш Покурник Спросил Ребят Ну вот Если честно Я понимаю Мне очень интересно Вы из Традиционной Племенной Культуры Вот вы Сейчас Прослушали Экскурсию О том что Человек Произошел От обезьян А что вы Сами об этом Думаете И лидер Такой Среди Группы Африканцев Он говорит Ну как Понятно что Такой большой Советский Народ Конечно Произошел От такого Крупного Животного Как обезьян Мы Показывает На себя Мы У нас большое Племя Мы от крокодила А вот у него Показывает Да нет Кузнечика Там вообще Даже говорить Не о чем Вот понимаете Это и есть Пускай вульгарный Но тотемизм Нам об этом Рассказали А когда у нас Есть Молчаливые вещи Этим Интерпретации Они Мы можем Сказать все Что угодно Известный Исследователь Французского Искусства Леруа Гуран Как-то В минуту Отчаяния Предложил Такое сравнение Он сказал Вот представьте Себе На земле В одночасье Исчезают Все люди Вот все Остается Люди Исчезают И прилетают Инопланетяне Прилетают Инопланетяне И заходят В храм Вот православный Храм Они видят Изображение Что они О христианстве Узнают Они могут Посчитать Кто Как Сколько Раз Изображен Они могут Сравнить Цвета Но О сущности Не поймут Ничего Сергеич Житинев Я напомню Нашим слушателям У нас в студии Археолог Доцент Кафедры Археологии Исторического Факультета МГУ Вы сказали Когда говорили Про группу Этих людей И они Собирались В пещерах На какие-то Праздники Видимо Видят Вот И тогда Сразу Какие Такие Праздники Почему Посовещены Эти Праздники Как Оформлялись Эти Праздники Нет Что вы Находите Да И вот Почему Вы решили Что это Праздники Спасибо большое Вот тут Вопрос По поводу Праздника Нам Представляется Такой Праздник Да Вот как Еще Совсем Недавно На 7 Ноября Все Отмечали Ставил Салат Оливье И Смотрели Парад Или возвращались После демонстрации Ну Сегодня Все Поднимают Цикличность Скажем Христианских Праздников Да Все Знают Что Существуют Негритянские Праздники Когда Колдунов Вводят В одежде Из травы Потому что Это праздник Урожая Или праздник Чего-то Это я думаю Все уже Все уже Себе представляют Здесь Самое важное Слово Это Собираются Дело в том Что Почему Мы вообще Наши коллеги Причем Из самых Разных стран Из Западной Европы Из Америки Все-таки Поскольку Это очень Древняя история То изучают Конечно Люди Самых Разных стран И Есть разные Школы Это очень Интересно Так вот По мере Накопления Материала Стало Понятно Что В тех Культурных Слоях Которые Есть В этих Пещерах А в этих Пещерах Не жили Туда Люди Приходили На очень Короткий Срок Что-то Делали А потом Огонь Жгли Огонь Нет 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 Скорее Фейерверк Устраивали Пляски Вокруг Большой Огонь Достаточно Большой Но Не Скажем Недлительный 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 Так вот Мы видим По материалам Которые встречаются В культурных Слоях Что они Принесены Из очень Отдаленных Мест Причем Из разных Мест И с точки Зрения Археологии Мы бы сказали Что это Близкие Относительно Родственные Культурные Группы Но географически А какие материалы Что вы имеете Во первых Это собственно Сырье Для изготовления Орудий Из разных Да Из разных Мест Причем 200-300 Километров Это не предел Есть до 600 Километров И самое важное Это Значит Они смотрели На небо Как они могли Понять Время сбора Время сбора Ну как Если вот Мы договорились Что Канал Да Ну конечно Цикличность И понимание Природы Конечно Конечно Встречаемся Там на пятую луну Или там На еще что-то Да И конечно Орнаменты Как на рудиях труда Так и на каких-то вещах Которые мы называем Фрагментами Образцов искусства Малых форм Орнаменты Принадлежат Разным культурным группам Которые соседствуют Но живут В культурном плане В плане распространения Орнаментов Достаточно Неизолировано Чужих Да Чужих Себе не пускают Такой Курултай Когда со всех сторон Монгольской империи Съезжаются Схану на обсуждение И Насколько мы сейчас Понимаем Целью сбора Целями сбора Они были достаточно Прагматичными То есть Это не просто Посидеть Попеть Песни Увидеться Обняться Потому что Давно не виделись Это важно Но не только Это вот Собирало Вот эти крупные группы 200-250 человек Или их представители Может быть их было меньше Вместе Понятно Что нужно было решать Какие-то общие вопросы Вопросы связаны Возможно Да С разделением Охотничьих угодов Или вопросы Связанные С переходом в иные Полузрастные статусы Вопросы Связанные С брачными Договоренностями Ведь С самого начала Это кстати Очень интересно Наши коллеги Предшественники Во Франции И в Испании Когда были обнаружены Следы Оставшиеся С эпохи верхнего Плелит Следы ног На полу Залов И галерей Было выданто Предположение Что в этих пещерах Проводились Инициации То есть Именно вот эти Специальные Мероприятия Связанные с переходом Мальчиков Мальчиков Мужчин И сделано это было Именно на основе Анализа следов Потому что Счалось что В основном Это следы подростков И до Последнего времени Эти идеи Они были Общераспространенными И если в них И сомневались То тех кто Сомневается Обычно Забивали Этими следами Но наши коллеги Относительно Недавно Из Франции Решили Проверить Не на Уровне Знания Антропологов Конца 19 Начала 20 Века А на Уровне Современных Охотников Следопытов Понятно Что в Северной Евразии Найти подобных Охотников Которые могли бы Прочитать следы Людей Которые ходят Босиком Сейчас Нету Просто потому Что босиком Уже практически Не ходит И холодно А вот В Африке В Южной Африке Бушмены Да Они есть И действительно Это огромная удача Что люди согласились Приехать Они приехали Им начали показывать Следы И как мне рассказывали Они сказали Ой да это же понятно Они сначала подумали Что над ними издеваются Люди Которые с ними были Вот вместе В этой группе Они Описывают Выражение лиц И первые реплики Вот этих Хабушменов Как Непонимание И недоверие Не розыгрыш Лето Выяснилось Что им казалось Что все настолько просто Что для этого Не надо было уехать А когда они услышали Интерпризации Они еще раз подумали Что над ними шут Потому что они сказали Ну в этом увидеть Следы подростков Не может Никто Выяснилось Что это следы Людей Разного возраста От очень маленьких детей Трех лет Да Восемь девять И мужчин и женщин То есть входили Некоторые Небольшие Группы Группы Разновозрастные То есть Мы бы Наверное На сегодняшний день Сказали семья Да в широком Таком Не вот нуклеарная Семья А может быть там А может быть и нуклеарная Совсем Семья Без дедушек Бабушек Дядей И Вот эта идея О том Что такие огромные Пещеры Со сложными Изображениями Создавались Только ради Одной цели Она на сегодняшний день Конечно схлопнулась И вторая проблема Которая неразрешима На сегодняшний день Кроме нашего понимания Что для того Чтобы сделать ряд Изображений Нужны были Достаточно Большие трудозатраты Потому что Есть Изображения Которые находятся На высоте От Четырех Пяти метров До двадцати метров Над Современным Уровнем пола Который был ниже Он мог быть и такой же Все зависит от Осадка накопления Но для того Чтобы Леса Надо строить Леса Какие-то строительные конструкции Как правило Подобные А зачем И что наверху А что внизу Есть ли разница Да Иногда есть разница Иногда Сложно сказать Наверху Очень часто Изображаются Фантастические Существа Их французы Называют Колдуны Скорее Есть Используется Термин Зоантропоморфы То есть Некая Мужская фигура С явными Признаками Мужского пола В которой Сочетается Птица-человек Человек И животное Причем Может быть Как одно животное Так и черты Целого ряда Животных Восьми Девяти Разных Животных А иногда Это просто Изображение Наиболее Часто Встречаемых Образов То есть Лошади Бизон Но все равно То что Это сделано Высоко То что На достаточно Широкой Площади Или знаменитая Сцена С пораженным Быком Изляско И лежащей Мертвой Антропоморфной Фигурой Мы когда На нее смотрим Все очень интересно Нам ничего Не понятно Кроме того что Показан Очень хорошо Именно Как охотились Да Пробивая стену Брюшной полости Но Не все знают Или помнят Что собственно Сама сцена Нарисована На стене Огромного колодца Десятиметрового Колодца Внизу Которого Острова Камня То есть Для того Чтобы нарисовать Эту сцену Нужно было Перекрыть Вход в колодец Устье колодца Это нарисовать Да Прекрасно понимаешь Что в любой момент Ты можешь поскользнуться Там Может слега Лопнуть И ты окажешься там То есть То что Ряд А опять же Можно себе представить Зачем Туда что Залезали постоянно Есть какие-то следы Пребывания Там людей В этом колодце Следы пребывания Есть Кроме рисунка Следы Да Да Следы пребывания Есть И мы знаем Даже фрагменты Веревок Не отпечатков А оставшихся Обрывков веревок Которые В стену колодца Были Вклеились Вклеились Да И сохранились Что касается Как часто туда приходили Это сложный вопрос В пещере Тюгда-Дубер Известно Что Очень далеко От входа На втором этаже Существуют Глиняные скульптуры Бизонов И рядом Обнаружено Достаточно Большой зал Рядом Обнаружено место Откуда глину носили Причем Очень интересно Там есть отпечатки следов Но только пяток И причем Видно Что человек Что следы Не очень сильно Вдавлены в пол Когда он идет Пустой А когда он Несет Да Несет Пятки Вдавливаются Да Об этом Ну я честно скажу Что археологи Я не видел в публикации Чтобы на это раньше Особо обращалось внимание Это как раз Вот эти вот следопыты Южноафриканцы И подсказали И их спросили Почему Очень неудобно идти Там нужно еще Взобраться на склон Глиняный скользкий Почему пятки Почему нельзя Просто спокойно идти Они сказали Что они тоже Ответить на этот вопрос Не могут Но с их Точки зрения С точки зрения Их культуры Человек идет На пятках Когда не хочет Чтобы его опознали Следы только пяток Опознать не Возможно Какой бы то ни был Хороший Следопыт Вот И Наши коллеги Французы Кто изучает Пещеру Тюк-да-Дубер Вообще считают Что Открытый случайно Вот этот очень Дальний отдел пещеры Был Из очень искусной Скульптуры Вот этих бизонов Сделаны Там есть и гравировочка Небольшая То есть Это действительно Такой локальный объект И скорее всего Он больше не посещался Или посещался Но очень редко Следов нет Но при этом Для чего-то сделали Очень далеко Использовали И забыли А может быть Не забыли Ну может и не забыли Потому что В других местах Этой же пещеры Причем рядом Мы видим Достаточно Регулярные Передвижения Людей Мы видим Что люди Делают Вехи Вехи метки На тропе По которой Нужно идти Из подобранных Рядом Костей Мы видим Что люди Отклоняются Иногда от маршрута Чтобы подойти К черепу Медведя Пещерного Который там Погиб и умер Естественной смерти Чтобы выдрать у него Клык Причем Вот эти следы Очень хорошо видны Вот цепочка следов Человек опускается На дно колена Долго Выламывает зуб А выломать вообще Из черепа Медведя Зуб Очень тяжело Крайне тяжело Встает и уходит А след остается След от колена остается След от пальцев Где он опирается Это все остается Или например Остается Совершенно замечательный Штрих Из вот этой Палеолитической жизни Однажды С группой людей Которые там были Была трехлетняя Трехлетняя ребенок Девочка Это опять же Вот по следам И видимо Чтобы не заблудилась Не бегала Не упала никуда Или капризничала Посадили на небольшой приступок И вот видно Как ребенок Как современный ребенок Ей слезть хочется И страшно Она обратно забирается Вот это вот скольжение Потом пальцы ног Складок Упираются Поджимаются Лишь бы не упасть Вот это Типичное поведение Современного ребенка Неважно Мы его на печку посадили Или посадили На высокий стул И вот он Пытается слезть Но боязно Но страшно И потом он Обратно забирается И вот то Что это есть И то Что это сохранилось И мы видим Поведение В принципе Ряд каких-то Поведенческих вещей Они нам понятны А теперь вот Давайте все-таки Перейдем к вашей пещере Где вы копаете Вот опять же От пульта медведя Вот давайте Все что вы вот Знаете Благодаря работе Своих коллег Это тоже Вы у себя Находите какие-то Аналогичные вещи Да Или вы находите Что-то такое Что опровергает Или дополняет Ту картину Которую Вот французы Нарисовали Наверное Каждый памятник Дополняет Общую картину А в каповой пещере Конечно Она уникальна В прямом смысле Этого слова Тем что Мы видим Там не только Стиль изобразительный Похожий на То что Есть И то что Мы видим Во Франции В Испании В пещерах Франко-Кантабрии Но и Следы Связанные с поведением Вот это вот Очень важно Мы понимаем Где-то Глубоко сидит Что стиль Верхнеполитический Очень широко Распространенный По всей Европе Он был Для определенного Момента Единым Почему он был Единым Это совершенно Другой вопрос Я на него Ответ не знаю Но Так было А вот Когда мы говорим О том Что люди Не только рисовали Так же Как за 5000 километров Но И вели себя В пещере Проводили ту же Деятельность То есть Мы фиксируем Те же следы поведения Поведение с краской И поведение Вокруг костров И поведение С украшениями И отношения С самой полостью Где удобнее Пройти Где удобнее Остановиться Когда мы видим Что весь этот Сложный комплекс Следов Деятельности Он аналогичен Вот это вызывает Сначала Оторопь А потом Изумление Потому что Все-таки Сначала Казалось В какой-то момент Появилась идея Что Возникновение Вот этого Памятника С палеолитической Пещерной живописью Оно Произошло Независимо Да и поэтому Появилась идея Особого очага Палеолитической культуры На Южном Урале И так далее Хотя первый исследователь Николай Ильич Бадар Он Так не считал И не говорил Об этом Он-то как раз Открыв все Поняв все Что происходит Он сказал Да Это как Во Франции В Испании Ну-то это совсем Идея Невозможная Вроде бы Потому что Ну нет же канона Не могло быть просто Нет Был канон Поведенческий Нет Поведенческий Да Я к тому Что ну условно Обрядовая сторона Какая-то Но все равно Нет Папы Римского И нет специальных книг По которым Мы же видим Очень хорошо В этнографии Той же Никуда деваться Что Люди В разных местах Земли Очень по-одинаковому Что-то отмечают Как-то веруют И так далее Мы видим Скажем По археологии Что во время И неолита Керамика С козлами Простирается На колоссальные Пространства И там Позднее Зарождаются Разные культуры И разные народы А почему-то Вот эти вот Козлобоги Или кто-то Там существуют Значит Это наверное Связано с тем Что мы сегодня Ездим тоже На одних и тех же машинах И носим Одни и те же джинсы Не задумываясь Да Я понимаю Что это сравнение Казалось бы Хромает Но вот Этот уровень развития Стиль Понимаете Который видимо Есть И вот В таких культурах Мне кажется Что более близким Сравнением Было бы следующее Мы знаем Что сейчас Везде Даже в Антарктиде Существуют Христианские храмы Но мы прекрасно Представляем себе Как развивалось Как шло Распространение Христианской религии Из одной Очень небольшой Географической точки Несли люди Сначала Которые Происходили Из этой Географической точки А потом Все это Распространялось 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 И сегодня Мы не можем сказать Что все христиане В мире родственники Да И в биологическом смысле Вот очень похоже Что Распространение Какие-то тайные знания Нет Даже не тайные знания Ведь христианство Нет Я говорю про Палеолит Нет Не тайные знания А скорее Некие Некие Представления И самое важное представление поведенческое. То есть, посмотрите, приходят люди, которые за 5000 километров не просто рисуют так же. Хорошо, стиль мог сохраниться, но здесь ведь сохранилось именно вот всё, что мы видим. Это перенесено впечатление, что люди прошли через некий телепорт. Телепорт не существует. Их поведение внутри, они знают, как вести. И есть некие особенности, которые невозможно придумать. Потому что они не очень удобны. Например? Ну, например, проблема с теми же самыми изображениями. В колодцах. В колодцах, в самых неудобных местах. Или, например, проблема с тем, что делать с краской. То есть, ведь мы видим, что человек с краской, что человек не только рисовал. Вот когда мы говорим, а что делает человек в пещере? Ну, хорошо, вот он сидел у костра. Мы видим, что точно такие же относительно недолговременные посещения пещеры. Что весь инвентарь там, причём инвентарь, находки, которые мы там видим, они достаточно ценные. Скажем, украшения из раковин, которые мы встречаем в Каповой пещере, они происходят из Прикаспия. Но даже если представить себе, что была трансгрессия Каспийского моря, Каспий был больше, это ископаемый раковин, даже просто, чтобы откапывали пещеры напрямую дойти до Волги, это 500 километров. А сырьё для орудий принесено уже за Урале, со стороны Магнитогорска, где есть огромные выходы яшмы, Кремня и всего остального, там яшмовый поезд проходит. То есть, вот ровно то же поведение, и с точки зрения поведения внутри, и с точки зрения тех людей, которые собираются из разных, достаточно удалённых географических мест, возвращаясь к краске, вот что нужно сказать. Мы видим, что краска использовалась в малом количестве для нанесения изображения. В основном, краска использовалась для каких-то других целей. Например, мы видим... Для себя. Для себя. Вот представьте... На себя. Да, именно на себя. То есть, все представляют себе, что такое крапление святой воды. Вот у нас есть несколько мест, где брызги. Такое впечатление, что... Ну, либо человек уж от души разрисовывали так, что везде брызги летели. Либо крапили. Либо его крапили. Да. Либо что-то такое делали, да, что... Хорошо, это понятно. У нас совсем вышел из нашего сознания культ медведя, который мы объявили вначале. Может быть, ещё. У нас есть несколько минут. Вот, может быть, вы всё-таки вкратце поставите проблему. Да, проблема... Вот мы действительно как-то стали представлять себе хотя бы немножко вот это сообщество. И это очень важно, потому что никакого такого живого описания, к сожалению, не существует. И что они делали с медведем? Здесь нужно немножко вернуться от сапиенсов к неандертальцам. Мы помним, что впервые погребения человеческие фиксируются у неандертальцев. Да. И знаем, что золатрия, то есть культы, особое отношение к животным, то, что можно назвать культом животных, появляется у неандертальцев. Существует сложная дискуссия, правильно ли были раскопаны памятники с теми объектами, которые интерпретируются как особое культовое отношение к остаткам медведя и костным. Но на уровне верхнего палеолита мы уже видим, что действительно выставляются, что уже у неандертальца, а у хомо сапиенсов в самом начале верхнего палеолита действительно... На камень ставят голову. На камень ставят череп, который там же подобрали. Именно это в пещере Шаве, а это достаточно ранний памятник ещё и с палеолитическим искусством. То есть, мы видим, что у человека достаточно широкие представления о мире и мировоззрение его связано не только с ультилитарной деятельностью, не только с сугубо хозяйственно-бытовой, но и с чем-то гораздо более широким. И одним из основных вопросов, причём следы культа медведя фиксируются и в Каповой пещере, там есть, скорее всего, и есть пещеры, где, в принципе, ну, верхнепалеолитические, не мустерские, не неандертальские, тоже некие знаки есть. В одной из пещер у меня, в принципе, был череп окрашенный красной краской, он очень хорошо стоял. То есть, некие следы и на Урале, и по всей Европе, они встречаются. Но здесь, мне кажется, самым интересным вопросом является, он очень сложный вопрос, и пока, я не знаю, на него даже подходы к ответу. Мы знаем, что неандерталец не был нашим предком, в лучшем случае, далёким троюродным, четыроюродным кузеном-братом. Но очень многие вещи, связанные с мировоззрением, у него появляются, или мы фиксируем пока, чуть раньше, чем у нас. И вопрос, откуда многие из этих аналогий... Неандертальских аналогий перешли к хому? Как они перешли, да. Вообще, в мировой научной литературе вопрос, как появилось искусство, оно практически не ставится. Очень правильно заметила одна из наших лучших, самых выдающихся учёных, Зоя Александровна Абрамова. Она сказала, что только в отечественной школе полиэлитоведения этот вопрос попытались решить. Это Абрам Дович Столлер, который как раз и рассказывал про то, как через неандертальцев всё это зарождалось. Пускай на другом уровне, пускай мы сейчас понимаем, что там уже много информации устаревшей, скажем так. Но главный вопрос, как это всё пришло к Сапиенсу, где и почему. Он стоит, и он стоит очень острый. Очень интересно. К сожалению, у нас исчерпано время передачи. И я могу только сказать большое спасибо Владиславу Житинёву, археологу-палеолитчику из Московского университета, за то, что пришли и такую прямо... Ух! Прямо сагу нам выложили. Спасибо. 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 Факультет ненужных вещей